добрый вечер снова у нас наш недельного ваера и у нас есть очень интересная вещь конце нашей недельной головы происходит то что называется акидаты цхак возложение цхака на жертву фундаментальная вещь один скажем вещей которые фундаментальны в удаизме которые оставили огромное как в танахе во всем так и вообще во всех истории еврейского народа стоит центром краугольным камнем и трепетные не трепет рошана юн кипуру с лихот и так далее сегодня пробуем красно попробовать попробуем немножко разобраться с точки зрения идеи в некоторых скажем так аспектах которые поднимает акида этого возложения на жертвы в принципе нужно понимать всевозможных аспектов у акиды возложения цхака на на жертвы и так далее их куча мы не сможем всеми заняться мы сегодня только несколькими займемся и начнем мы наверно мы первую очередь мы разберем то что называется эмоциональный человеческий аспект в этой картине то есть в принципе что чувствовал авраам что хотел всевышний чтоб чувствовал авраам и какую идею вообще продвигает акида возложение цхака на жертвы не с точки зрения нашего служения сегодня и раф соловейчик в этом деле был один из тех кто очень сильно развил подход тому что акида была была пиком то это называется ощущение жертвы и что принашением в жертву и религиозным человеком человеком то есть жертва которая есть религиозного человека отта сyorsun perdity жизнь и ощущение называется страданирия которая сопровождает то что называется религиозную участь если назовем это так, религиозное ощущение, когда человек живет. Я хочу сейчас автоматом прочитать. То есть вообще читать, слова нужно прочитать. Они просто фундаментальные, гениальные, говорят очень многие вещи. Я их переведу автоматически на русский язык, то есть не читаю уже на иврите, потому что у нас времени мало. Он говорит, моя душа чувствует неприязнь ко всем этим вдрошот. Дрошот, то есть всякие эти дрошоты, которые вьются вокруг одной идеи, что исполнение заповедей хороша для пищеварения, для хорошего сна, для мира в семье, для социологии и социальных вещей. То есть что меня дроносоведчик говорит? Меня, говорит, поворачивает, когда пытаются пролететь в заповеди и говорят, что они хороши для разных вещей. Кстати, есть ли люди, которые так это делают? Всякие пырувники. Что если ты будешь заповеди, это будет шикарно. Он это не переносил на дух, Рав Соловейчик. Такой подход. И он говорит, религиозное действие в своей основе – это ощущение страдания. То бишь, когда человек вместе с Богом встречается на постоялом дворе. У Рав Соловейчик всегда такие поэтичные эпитеты. От него требует всевышний самопожертвование, которое проявляется борьбой с его примитивными тягами. То есть человек должен бороться в ломании его желания, в принятии транцендентальной ноши. То есть отказа от желания тела повышенного. Иногда отхода и непринятия к себе приятного и вкусного. И иногда к привыканию к горькому и странному. И вхождение в противоречие напротив то, что называется светского подхода. То есть Рав Соловейчик говорит, что быть человеком религиозным, и когда ты приходишь на встречу с Всевышним, когда тебе Всевышним найдет встречу, смена связь, от тебя требует слишком много самопожертвования. Ты должен отказываться от кучи вещей, бороться со своими вожделениями, бороться со своими желаниями, отказываться от вкусненького иногда, отказываться от приятного иногда, потому что так Всевышний заповедал, и куча всего-всего-всего. А также, то есть называется, к желанию к парадоксальному миру, который непонятен другим. Очень тяжело. Это, кстати, Ишамуна Абудет, Рав Соловейчик говорит, это не Ишамуна Абудет, это Деврея Шкафа. То есть слова, то есть Ашкафа, это как называется? То есть правильного, Ашкафа это мировоззрение, то есть это слова мировоззрения. То есть он, кстати, еще Ишамуна Абудет говорит, что очень часто человека веры не понимают. Кстати, это у меня ощущение, то есть в комментариях, которые, если кто-то видел, что в Вейсбуке, то есть по поводу футбола и так далее, люди вообще не понимают, ты говоришь с ними на разных языках. И это, то есть ты с этим должен жить, то есть с этим парадоксом. То есть другие не понимают. То есть борьба за твою жертву – это центральное требование, которое идет к религиозному человеку. Избранники народа с того момента, когда открыли Всевышнего, постоянно занимались действием постоянного самопожертвования. То есть это постоянно, поэтому это постоянно ощущение страдания. Всевышний говорит Аврааму, переходим к Аврааму, возьми своего сына единственного, которого ты возлюбил, Ицхан. То есть я требую от тебя принести самую большую жертву. Я хочу, чтобы сын твой был единственным и любимым тобой, когда ты его приносишь. То есть даже не пытайся обмануть себя и то есть себе поставить, что после того, как ты услышишь мой голос, исполнишь мое повеление, то принесешь жертву своего сына, то я тебе дам другого сына против после Ицхака. Когда Ицхак будет зарезан на жертвеннике, ты останешься навсегда бездетным и одиноким. Никакого другого сына у тебя не родится. Твоя жизнь пройдет, называется, одиночка, при которой нет подобного ему. Видите, какие ощущения? То есть требует Бог какие ощущения от Авраама, по мнению Иерарха Соловейчика. Я хочу единственного твоего сына, у которого нету повтора, нет ничего, то есть ему невозможно его заменить. Вместе с этим даже не подумай, что ты забудешь Ицхака, то есть уберешь его в память. Всю свою жизнь будешь думать о нем. Я хочу твоему сыну, которого ты любил и который ты будешь любить вечно. Ночи без сна ты будешь, то есть ты проведешь ночи без сна и будешь, называется, раздирать свои душевные раны. То есть во сне будешь вызывать Ицхака, а когда проснешься, увидишь свой шатер пустым и оставленным. Твоя жизнь превратится в длинную цепь душевных страданий. И в любом случае я требую у тебя эту жертву. Понятно, пишет Равсалович, что в конце этого испытания, то есть которая была в корне своей выходящей из тревоги и страдания, заканчивается огромной радостью вечной. В тот момент, когда Абрам снял своего сына с жертвенника, по приказу ангела, страдание превратилось в вечную радость. Три Бога – вечное счастье. Кстати, почему? Потому что начало действия религии – это приближение в жертву самого себя и в конце нахождения самого себя. Невозможно человеку найти себя без того, чтобы он приносил в жертву себя для того, чтобы найти. Вот в этом заканчиваются слова Равсаловича. Только Равсаловича. Он в принципе говорит, что в конце пути страданий ожидает огромной радости. Но человеку нельзя ни в коем случае даже в голову не прийти, чтобы не размывать начало пути. И в этом самое главное послание. Какое послание? То же жертву, которую требует Равсаловича. С точки зрения подхода Равсаловича, Абрам, то есть в принципе, когда он возложил Ицхака на жертвенник, он уже принес жертву. Жертва произошла. То есть сам факт того, что он взял сына, положил на жертвенник и был готов его зарезать, он уже принес себя в жертву. И таким образом, кстати, теперь можно понять, почему мы называем этот вот, то есть то, что произошло, называем акида, а не окрова. Мы называем это акида, возложение на жертву, связывание на жертву. Потому что это единственное действие, которое должно было произойти, и оно привело к жертвоприношению. То есть в принципе, сама завязывание Ицхака на жертвике, это и была жертва. Кстати, есть действительно Медраши, то есть, скажем так, пиутим, то есть такие, то есть это стихи, которые сложены мудрецами нашими, которые раскрывают это дело, что в принципе, что жертвоприношение там, на жертвеннике, на горе Мурья, произошло. Допустим, Шебулей-Лекет пишет следующее, когда наш правительский цхак был возложен на жертвенник, он превратился в дешин, дешин, то есть пепел, который остается после жертвы. И его пепел был рассыпан по горе Мурья, и после этого сразу принес Всевышний, то есть росу, и оживил его. И поэтому сказал царь Давид, киталь хирмон чью реталь харарей цион, то есть вот эта вот роса от Всевышнего, которая идет на горы Сиона, киталь ши хьяпо, то есть роса, которая оживила Ицхака. Ты знаешь, что он говорит, Шебулей-Лекет говорит, что по-настоящему Ицхак был принесен в жертву и оживлен был Всевышний. То есть он продолжает эту тематику, то есть принесение в жертву. Есть еще, спьют Рабья Фрайма Мибона, то есть, да, это книга Ювель, и там тоже прослеживается, то есть Раби Фрайм, то есть мы вон, он говорит, что происходит. Там происходит, я сейчас не буду читать, это стихотворение. Авраам действительно зарезал Ицхака, Ицхак умер. И в конце концов, поэтому жертвоприношение Ицхака было полное, но потом Ицхака жил. То есть, в принципе, снова, скорее всего, задача и Медраша, и вот этого пьюта, подчеркнуть, что не изменять прямой текст стихов, где написано, что никто никого не зарезал, а показать именно, что Авраам да, принес жертву. Авраам да в конце. То есть, можно сказать, даже в его глазах Ицхак превратился в пепел. И только потом, когда Аныгел остановился, он ожил. То есть, он уже был там, Авраам. То есть, с мыслями, то есть, с всем вот этим вот ужасом, который на него свалился. Это тот, что я хотел, то есть, отчетчиняться от Авраама. Кстати, есть этот подход, есть в другом, более известном Медраже. Мы будем скоро читать в следующих главах главах Айесара. И там сказано, в Яво Авраам из-под Глисара. То есть, да, то есть, пришел Авраам, то есть, говорить, то есть, траурную речь про Сару, плакать по ней. И сказано, откуда он пришел, Рабелеве сказал, и с похорон Тераха, его отца, пришел к Саре, сказал ему Рабиосы, но похорон и Тераха были раньше похорон Сары два года. То есть, о, здесь сказано Медраже, что его отец умер за два года до Сары. Откуда он пришел? С горы Мурия, и умерла Сара от того страдания, поэтому Акида описана рядом с началом в Иисадхайей Сара и было в жизни Сары. Кстати, Ираши тоже это приводит, тоже в своем комментарии, эту идею, что когда был зарезан Ицхад, ушла душа Сары. То есть, да, она не пережила. В чем смысл этого Медража? Медраж снова хочет, скажем так, заострить и обратить внимание на главную идею этого жертвопроношения в самом возложении на жертву. То есть, у нас есть, скажем так, базисная проблема в понимании Акиды. Почему? Потому что мы уже прочитали, мы уже умные, мы знаем, что в конце концов все будет сражаться, хэппи-энди. У Авраама нет хэппи-энда, когда он приносит его на жертву. То есть, Медраж пытается принести, то есть, показав, что все не закончилось, в конце концов, не закончилось хэппи-эндом, у него умерла жена от этого, специальный Медраж, это непонятно, она умерла от этого, не от этого, то есть, Медраж это приводит как маша, чтобы мы прочувствовали или нет. В любом случае, получается, что хэппи-энда не было по-настоящему. И для того, чтобы мы прочувствовали, что для Авраама, когда он шел приносить жертву, то есть, вот этот вот путь, он приносил себя. Хэппи-энда там не было. То есть, это то, что пытается вот это. То есть, в принципе, и это учит очень важные вещи, которые вообще, то есть, служение Всевышнему, человек должен понимать, что служение Всевышнему, это не кайф, это далеко не всегда кайф, и что служение Всевышнему, это не, чтобы мне было удобно. И служение Всевышнему, часто, человек требует самопожертвования и жертвы от себя. В конце концов, для чего? Как ты говоришь, разловичек, чтобы найти себя. Потому что, если ты себя не будешь приносить жертву, не будешь изменять себя и так далее, не проходя вот этот вот очень мучительный процесс, называется, изменение себя и приношении жертвы своего я до исправления, для того, чтобы получить я свое после исправления, ничего не получится. Это то, что хочет Всевышний. В этом смысл киды. Кстати, тот вопрос, который появлялся, а в чем, в принципе, особенность приносения Ицхака в жертву? То есть, даже многие народы приносили своих детей в жертву, своим богам и так далее. И наоборот, Тора очень отрицательно относится вообще к приношению детей в жертву богам и вообще людей в жертву богам. Есть очень интересный ответ на это, кстати, у кого? У Филона Александрисова. Филона Александрисова, конечно, он еврей, обгреченный греческий уже, он как бы считается греческим философом с одной стороны, но он живет в Александрии и это еврей. Еврей, то есть еврейский философ, который уже греческий философ. Итак, и Филон объясняет очень интересную вещь. Я не буду зачитывать, то есть у меня тут текст, но я по времени вижу, что время у нас позднее. Нам еще очень много интересных вещей. Дальше смотреть. Я просто сведу, то есть о чем Филон говорит глобально. Филон говорит очень интересную вещь. Самое важное из его слов выходит следующее. Аврагам не пытался получить никакой выгоды от, то есть не пытался, не искал ничего, никакой выгоды от жертвы от наношения Ицхака. В отличие, допустим, когда Миша, царь Моавский, приносит своего сына в жертву, это для того, чтобы боги дали ему победу. То есть он ищет какую-то выгоду. И так далее. То есть народы, которые приносят жертву своим богам и так далее, приносили свои деньги для того, чтобы искать выгоды. У Авраама не было ничего этого. Он ничего не искал. Он ничего пытался из этого получить. Он ничего не пытался из этого выиграть. Он исполнял желание борца. Все. Кстати, очень похожий ответ есть и у Киркегора. Киркегора, у философа Киркегора, он говорит следующее. Тут стоит зачитать, потому что отличается положению у Авраама. Стоит та же идея. Че у Авраам порет скалилет хумаэтик, то он Авраам немного, в принципе, пробивает полностью этическую аспект, то есть этика. Варухэш тахлит или унаю тер михуцану. То есть и приобретает высшая, то есть высшая тахлит это цель, то есть добывается намного высшую цель, которая вне его. Ашэр баяхасэлея нищарга эти, бомоцавталуэвамэть, в отношении которой, то есть вопрос этики остался, то есть подвешен. Авраам не пытался спасти народ, не пытался спасти страну и так далее. То есть и не пытался, скажем так, успокоить гнев богов. Если интересно, то есть что говорит Керкигор? Керкигор говорит, что величие Авраама это его вера в абсурд. То есть это то, что он пытается говорить. И в парадоксе. То бишь Авраам то есть верит, он идет приносить жертву Ицхака и в этот момент он верит, что он обязан и сделать, принести, выполнить слова Всевышнего. В тот же момент он верит точно, что все божественные то есть обещания, предназначения, которые были сказаны, будут исполнены. И да, Ицхак будет его потомком. То есть он вообще не знает как. Это парадокс. То есть я и буду сейчас убивать сына, но я точно знаю, что мой сын продолжит меня. Моего сына сейчас не станет, но он будет жить. Это что верит Киргера. То есть я не буду входить в то, что Киргера строится на христианских основах вообще понятия веры в абсурд и так далее. Потому что неважно, потому что в Хаседуте, в некоторых местах Хаседуте тоже эти аспекты проявляются. То есть веры в абсурд и парадокс. это величие. Окей. Тут еще один есть вопрос, который мы должны поднять. В течение всей еврейской истории многие евреи принесли в жертву своих детей. Без выгоды. Потеряли, отдали, убили, уничтожили у них детей. У Авраама хотя бы все хорошо закончилось. Эту идею выразило, допустим, наши мудрецы в Медраше их Араба очень известны про ту хану и семь ее сыновей, которые в ханаху рассказывают, которые для того, чтобы не поклониться идолу, она в принципе убили ее детей. То есть сказала ему мать, то есть сказала мать своему сыну, сын мой, не переживай, к брату своему ты идешь, сын отправляет на смерть. И ты будешь сдан под сенет отца Авраама нашего. И скажи ему о твоем имени, когда ты сидишь, скажи ему об меня, то есть Авраама. ты построил жертвенник один и не принес жертву сына, то есть сына. Я построил семь жертвенников и положил на них, то есть положил на жертву семь моих сыновей. И более того, у тебя это было испытание, у меня практика. То есть у меня это произошло. То есть у тебя испытали, меня убили детей. То есть передай Аврааму. Таким образом спрашивается в чем разница между Авраамом и других евреями, которые отдавали своих детей на смерть и потеряли своих детей. Причем Авраам не потерял, а не дар. Для того, чтобы это понять, нужно понять очень важную вещь. Авраам приносит жертву не только свою любовь, свою кровину. Авраам приносит жертву свою веру и все свои церковности. До этого в глазах своих знакомых соседей он был уважаемым человеком. С этого момента будет убийцей. До этого он верил, что Всевышний полон милосердия. Эта вера разрушается. До этого он верил в то, что Ицхаком будет названо его по-твоему. От Ицхака пойдет его последники и так далее. И здесь он тоже это отказывается. Разница между Авраамом, Авиной и других осветителей имени Всевышнего всех поколений. Они знали, за что они идут умирать. Авраам не знал и не понимал. Авраам готов был принести жертву в самое главное смысл всего. Это самое тяжелое. Кстати, это идея правой, знаете кто? Раф Шлома Винер. Раф Шлома Винер в его книге Тальхерман живущий с нами Раф Шлома Винер, который был Равином Бетеля, то есть глава Он пишет Авраам должен был отказаться от всего тех чувств и от всего то, что чувствует и все, что понимает человек. Даже самый высокий человек, он должен был стереть свои все мысли и все свои достижения, все свои чувства хорошего в нем для того, чтобы исполнить требования Всевышнего. То есть научить тебя очень мощным путем, что если Всевышний мы заповеди Всевышнего не исполняем, потому что нам так хорошо и нам так прикольно и классно. Не потому, что мы понимаем их и не потому, что мы ощущаем прекрасность в их исполнении, а мы это делаем потому, что это заповеди Всевышнего. Это то, что показало враг. Кстати, тут стоит упомянуть конец приношения. То есть в конце концов, как Раф Соловейчик подписал, то есть Ицхак, мы знаем, по истории Ицхак не был принесен жертвой, Раф Соловейчик очень сильно это подчеркнул, а врагам дошел, называется, до более высокого уровня и получил вечную радость. Таким образом, в конце концов, Всевышний не требует от человека потерять весь свой мир, все свои ценности, всю свою веру и так далее. Что мы можем выучить тогда? Мы можем выучить одну простую вещь. Тот, кто требует Всевышнего человека, это быть нахунут, то есть готовность, готовность потерять весь свой мир. Все же не требует потерять весь мир, а готовность потерять. Таким образом, Акида поставила точки виновечно в точке зрения иерархии в выборах. То есть что стоит над чем? У человек и стоит на пике всего служения Всевышнего выше всего. Всего в этом мире. Напротив всеми ценностями, которые есть в этом мире, над всеми чувствами. то есть человек должен делать то, что Всевышний сказал, даже если он не понимает и даже если он не чувствует, что ему с этим комфорт и что он с этим себя отождествляет. Это что-то выходит из Рава Соловейчика, из слова Рава Венера, из Медраши и так дали и так дали то бишь требования Всевышнего это не для того, чтобы мне это кстати очень интересная вещь, то есть люди не слышали моего ответа и будут записи слушать. Здесь люди не слышали мой ответ. Тот не слышал. По поводу того, сказал про Меподход Рава Соловейчика. У него вызывает отвращение люди, которые говорят, что Аллаха должна изменяться под них. Аллаха не должна изменяться под них, потому что слово Всевышнего над всем. Окей. Понятно, что из этого выходит очень интересная вещь. Если по всем тем еврейских мыслителей, не только еврейских, как вы видели, в принципе здесь очень сильно подчеркивается аспект служения Всевышней из аспекта трепета. И принятие ярма Всевышнего. Кстати, так можно понять простого текста самой Торы, где сказано я знаю, что ты богобоязненный. То есть сразу после киды. То есть про боязнь бога и сказано. Но есть те, кто скажет, что это проявление одного из аспектов. То есть человеческого, божественного, то что называют религиозного хабаятит. религиозного экспириенса. На русском это слово вообще не могу найти. Слово экспириенс на английском больше подходит как слово хабаят. То есть ивритскому на русском слова нет. Наверное, у русских нет ни хабаят, ни экспириенс. Поэтому нету такого слова. Я не знаю. Или кого-то мне самоскажет. То есть вот это трепет пред Всевышним и так далее. Но Равкок, например, который под его всегда был служением Всевышнего это любовь и полное отождествление человека со Всевышним и так далее, абсолютно не готов принять такое объяснение Акиды. Вообще ни разу. Если он прочитает Равкок, он уйдет в чин-то сетра. Может быть стоит просто. И встал Авраам утром абсолютно спокойной душой святой души. Он стал спокойным. Отец святой наш Итана Израхи это второе имя Авраама. Его душа не была захвачена. У него был спокойный сон несмотря на то. Почему? Потому что он знал четко это идет от Всевышнего. Он спокойно хорошо спал. Никакой из чувств его не притемнился. Нигде его не поедало. Он не хотел депрессии ничего. В принципе ничего в душе его не смешалось в святости. Шнат ешарим сон праведных спокойный сон в полном успокойстве и радости прошло одним. и время подъема пришло как по его порядку. И сила Всевышнего которая подняла его ноги как айолот как лани бежать как олень быть героем как лев делать то что на него приказал Всевышний. И так далее. Короче если мы будем считать травку как пицца в акиду Авраам Авинов был спокоен спал хорошо был радостным ноги его несли с легкостью на акиду исполняются слова Всевышнего то есть то есть далее то есть все там было ахаба рум ему то есть любовь всевышнего поднятия и так далее абсолютно совершенно другая картина трав солвейчика то есть да смотрите трав солвейчик описывает то есть бессонные ночи призыв цхаков ночи то есть ощущение то есть что 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 он идет приносить что его ждет то есть да равкук говорит не то есть спокойный сон радостный называясь святой радостью напротив приношения себя жертвы которую почет равсловейчик равкук говорит то есть любовь возвышенная и так далее то есть в принципе что равкук продолжает скажем так не готов принять подход вот этот вот что это было то есть ужас страх и так далее он даже не готов принять то есть вроде бы он говорит что было такое понимание вроде что врагам приносит какую-то жертву по настоящему он говорит нет нужно смотреть на конец то есть да то есть Ицхак был спасен и так далее это самое главное доминантное чувство которое должно остаться у служащим всевышним в конце которого Ицхак остался вживой все то есть в принципе скажем так ну Авраф Куб очень далеко ушел с радостью и так далее которое было в сердце у Авраама это очень далеко от того что написано в Торе и на гнетающей обстановке которая то есть в Торе и даже Медраши которые описывают эту гнетающую обстановку тяжело но Авраф Куб говорит так Авраам в принципе Авраам знал что все будет хорошо он такой вот все что делать все хорошо и он шел с пониманием с радостью соблюдает заповедь и в конце все будет нормально и так и произошло окей это то что называется ощущение но кроме скажем так субъективных ощущений которыми сейчас занимались у нас есть более интересный и важный вопрос сейчас мы пытались понять ощущения также мы разобрались с вещами как человек должен служить всевышнему какие вещи принимает даже когда больно нехорошо и для чего это важно сейчас другой вопрос между религией и этикой то есть между религиозным приказом требованиям и между этикой в конце концов мы сказали все закончилось хорошо с окидой то есть да но это не отменяет вот это вот напряженности которая происходит между религией как бы так называемым призывом всевышним и этикой человеческом понятии более того мудрецы подчеркнули этот аспект то есть да это в сифре в дворе им сказано о Шерлотце вити то есть то что не заповедовал о лифтах то есть не заповедовал о лифтах о лифтах дал обещание всевышнему то есть да что тот кто первым то есть он победит тот кто первый выйдет из его дома то есть в тахте судья в книге Шуфти тот кто выйдет первый из его дома того то есть он то есть он то есть он первый выйдет на встречу ему он того и принесет в жертву он думал о животных а вышла ему его дочь и там непонятно он ее принес в жертву не принес в жертву короче то ли он отделил как жертву то есть она жила отдельно чтобы никто не приказался и так далее пока она не умрет то ли он действительно принес в жертву в любом случае то есть да это не то что я говорит Всевышний, то есть не заповедовал. Я этого не говорил. Это про поводу Миша, Мельхмуав, то есть Миша, то есть Сыря Малавский, который принес жертву своего сына ради победы войны. То есть это в сердце моё не приходило. Всевышний говорит, что врагам принесет жертву своего сына на жертву. Это вообще не было в моем сердце. Всевышний даже не номеровался в воде. То есть, да, как бы мудрецы решили эту проблему. То есть, да, в действии есть проблема, но, ребят, никакой политической проблемы. Всевышний изначально собирался подделать. То есть, теперь, практически вопрос до сих пор остался очень, скажем так, на месте. Что человек должен делать, когда в его глазах есть столкновение между религиозным требованием и между этикой? То есть, что нужно выбрать? Это никуда не делся, этот вопрос. Мы видим в Аврааме, что когда он видел, как он понимал, что происходит вот это вот столкновение между приказом Всевышнего и этикой убить своего сына. И мы как объяснили, то есть, да, убить все, в принципе, во что ты верил, все свои ценности. Он выиграл приказ Всевышнего. Были другие комментаторы, которые пытались объяснить по-другому. Есть, допустим, Рабиона Эбинджинах. Рабиона Эбинджинах на неминуточку является один из испанских комментаторов и так далее 11 века. То есть, эпохи, когда ислам правил Испанию. И он проводит такую идею. Он говорит, что Всевышний не говорил Авраам зарезать своего сына. Он ему всего лишь сказал, чтобы он пришел к горе. Нигде не сказано, что он должен его зарезать. Так говорит он. То есть, слово Рабиона, то есть, я не хочу зачитывать, у него кусок такой. Получается, то есть, его слова Рабиона, то есть, Бенджинах, непонятно, Всевышний собирался сделать так, чтобы Авраам ошибся. Или хотел бы, чтобы Авраам понял правильно, Авраам не понял правильно. То есть, что он должен был, то есть, он должен был принять гуманный аспект, в любом случае Авраам, не должен был принять. То есть, что должно было произойти, то есть, да? В любом случае, понятно, что Рабиона Бенджагах пытается вытащить вот эту вот острую проблему по поводу столкновения между этикой и религиозным призывом. Кстати, понятно, почему. Знаете, почему? Дело в том, что в те времена были огромные споры с мусульманами. И мусульмане пытались доказать, что как Всевышний может передумать по поводу приношения в жертву, так же Всевышний может передумать по поводу избранности народа Израиля и передать ее дальше Мухаммаду, то есть, с точки зрения пророка. И он это отвергал. Говорит, не было смены мнения Всевышнего, забудьте об этом. Всевышний, изначально не собирался от того. То есть, все шло по плану, как Всевышний проделал изначально. Поэтому, то есть, нужно это понимать, но он проводит такую идею, что изначально Всевышний ничего не сказал. Он не требовал ничего. Приведи на гору, все, что я требовал больше этого. Есть те, которые, кстати, идут вообще в обратную сторону. Абсолютно идут на обратную сторону и между ними, то есть, они говорят так, они говорят, что нет никакого смысла понятию человеческой этики, мусарчивость, а не имеет никакого смысла и значения. Кстати, вы можете в некоторых кругах до сих пор слышать этот подход, что если есть божественная, есть этика, человеческая этика не имеют никакой ценности. Этот подход мы видим ни у кого иного, как у Адморес пьетчестный Эшакодыш, который победит в катастрофе. Причем это описано в Эшакодыш. Эшакодыш – те комментарии на Тору, которые он писал, находясь в концлагере, где он пишет, что Всевышний Эмет, будет барах Эмет, Вен Эмет Зурато, то есть он истинный, и нет истины, кроме него. И поэтому вся истина, которая находится в этом мире только от него. Поэтому все, что он не скажет, то есть это просто автоматом перевожу, то есть он пишет в Эшакодыш, все, что он не захочет, и так далее, и так далее, это единственная истина, которая есть в этом мире. И поэтому нельзя отвергать или снимать или извращать ту истину, которую заповедовал Всевышний. И так далее, и так далее, и так далее. То есть он говорит, ребят, Всевышний понятие – это истина в последней инстанции. Если он что-то сказал делать, значит так правильно. А то, что там своей головой думает, что этично-неэтично, это твои попытки подрезать истину. И поэтому он должен успокоиться. Он пытается доказать, причем из этой закиды. Он пишет так. Когда заповедовал нашему Ицхаку Авину, чтобы он возложил своего сына на жертву. Это была истина, возложить его на жертву. И если бы он не сказал ему, что не делал ему ничего, то поистине нужно было его зарезать. Так пишет Ашапович. Понятно, что доказательство, очень важно добавить, доказательство из Акеды, оно не абсолютное. Он, конечно, проводит доказательство, но оно не очень. Потому что единственное, что можно доказать из описания Акеды, что в случае, когда нам кажется, что есть противоречие между этикой и требованием всевышнего, то есть религиозным требованием, то понятно, требование всевышнего стоит над этикой. Разве то, в другом случае мы должны задаться, это есть вывод. По идее, то есть из того, что мы видим в простом понимании, то, что Стабрам должен был ему заповедно принести своего сына Цхака, то есть да, в принципе, в конце, кстати, то, что произошло. В конце произошло, когда Всевышний не принести в жертву, а отменить жертву принадлежения Цхака, то есть не резать его. В конце концов, этика и приказ Всевышнего сошлись вместе. Все нормально, никто никого не принадлежит, уже никто никуда не идет. То есть этика и приказ Всевышнего в конце концов не противоречит. То бишь, изначальное понимание Авраама было, что он таки да, отказывается от этики, от тевов ценностей, но в конце приказ Всевышнего превращается обратно в этик. Это что произошло, это что мы можем увидеть из жертвы отношений. Равбик, я уже упоминал из Равбика, упоминал не на уроке, снова, между уроки, который является одним из учеников Рав Соловейчика, который до сих пор Баруха Шем проповел в Ешиве, в Шадгаратсе, он где я учился, и там сегодня учится мой сын. У него есть статья, которая называется «Бен Рамбам для Керкигор», то есть «Между Рамбом и Керкигором», он говорит, что Аврагам вначале даже не думал, что он должен будет сделать неэтичное действие в имя небес. То есть Равбик предлагает немножко другой подход, немного другое понимание. Что имеется в виду? Он, Аврагам, понимал, что действие точно этично, то есть да, но не понимает как. То есть действие этично, то есть он даже не думал, что есть сопротивление между этими и требованиями «этично». Это этично, я не понимаю, кем область. То есть Равбик в принципе стоят в абсолютно противоположности словам Адмори Спечесны Адмори Спечесны что говорит? Он говорит, что даже если придем к выводу, что Всевышний ломал сари, то есть да, неэтичен, то есть и что? Значит, он неэтичен, и мы действуем не по этике, потому что он истинный. Равбик говорит, нет. Изначально Абраму было понятно, что Всевышний всегда этичен, и все его действия этичны, и никогда не будет противоречия между этикой и его приказами, но он лично не понимает сейчас не понимает, не получается. В любом случае, чтобы Аврам не думал, то есть не представлял, в конце которого Бога Аврама не может залезть, мы видим простую вещь. В случае столкновения между приказом Всевышним, религиозным требованием и этикой, приказ Всевышнего религиозного требования стоит над этим. Почему? Может быть потому, что оно этично, как говорит Равбик, только мы не понимаем, как. Не хватает, то есть называется ведения на уровне на уровне всевышнего. Минимально, знаете, как это как Воланд сказал в Мастере Маргарита, когда разговор он ведет по поводу человека и так далее, чтобы управлять чем-то, нужно как план, как минимум на тысячу лет, как минимум. То есть нужно ведение пошире, чем у тебя у человека, поэтому ты видишь так, но ты не понимаешь, как мироздание все соединяться и все вглазывать. Не понимаю. Равбик, эшакодыш, то Всевышний сказал истинно. Забудь. Истинно. Даже тебе кажется, что это неэтично. Может быть, это же неэтично, но это истинно. Это второй подход. То есть так мы сказали эшакодыш. Или у нас подходит ребята, изначально все было нормально, никто ничего неэтичного не предлагал. Никогда в жизни Всевышний не предлагал ничего неэтичного. Я предпочитаю, конечно, что нормальное явление, то есть что будут противоречия. Иногда эти противоречия зарождаются на том, я не понимаю, не знаю, мне не доходит задумка Всевышнего о высшем его соображении. Но это как-то этично. В любом случае требование Всевышнего стоит над всем остальным. Это то, что у нас выходит из этой киды. Вот эти несколько аспектов, которые мы учили. Кто мог чувствовать врагам? Мы выучили как человек. Что это учит нас человек смотреть на продвижение в религиозном experience. Как она может быть тяжела, а потом что она дает. И что человек должен понимать, соблюдение заповедей это не мед. Кушать ложками. Это очень часто наоборот. Но в конце концов есть у этого смысл. Также мы должны понимаем на выводе, то есть требование Всевышнего стоит над этикой всем вообще в мире. Но это не значит, что это противоречит этике всему в мире. Просто мы можем не понимать. На этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, что он был интересен. То кто весьма на запись хорошего. До новых